всем привет меня зовут алекс это продолжение игры and detail вот как мы видим мы приближаемся к замку ко дворцу короля и что ж нас ждет дальше кто не знает лифт занят это хорошо нам еще предстоит побродить походить будет грустно если игра так быстро закончится так а что у нас статистика показывает защита 11 нифига у нас не осталось после этого мега босса это просто что-то так стоп а что может он дай нам сказать дзынь-дзынь ответа нет опа связи здесь нет или они заняты сколько башен то ты глянь все такое светлое красивое опа какая музыка добрая хорошие листва сохранение а вам ничего этот дом не напоминает только в другой цветовой гамме этот дом очень сильно напоминает дом который мы видели в начале игры блин точно ты глянь музыка прям такая прелестная путь заблокирован двумя замками здесь прикреплена записка приветик я в саду если тебе нужно что-то забрать из твоего сундука не стесняйся и приходи ключи на кухне и в коридоре цветы желтые цветы это золотой цветок и здесь золотой цветок ты глянь это золотой цветок это вообще полностью здесь фотоальбомы альбомы для вырезок книги о заваривании чая садовые инструменты садовые инструменты отличное кресло для чтения но не похоже что кто-то им пользуется все закрыто угли все еще теплые а угли все еще теплые но креслом никто не пользуется опа а чуть много лет тому назад в руины упал человек пострадавший после падения человек стал звать на помощь опа они не атакуют они нам что-то рассказывают ключ вы берете ключ и вешаете его на ваш телефонный брелок плита очень чистая должно быть вместо нее кто-то использует огненную магию это мусорное ведро она заполнена скомканными рецептами рискового пирога что-то это вообще очень подозрительно рецепты рискового пирога в раковине застряла немного белого меха холодильник заполнен закрытыми консервами с улитками что-то мне это напоминает ребят просто офигеть дозрель сын короля услышал человеческий зов он вернулся в замок вместе с человеком офигеть один ключ значит мы взяли теперь второй ключ подарки пыльные игрушки блин все как там до чего же удобная кровать лягте на нее и вы возможно уже никогда не подниметесь до двухместная кровать о семейная фотография все улыбаются на рисунке изображен золотой цветок весь очень много футболок в полоску что футболки в полоску футболки в полоску и у нас футболка в полоску внутри коробки лежит медальон форме сердца вы возьмете это конечно мы получили медальон форме сердца пищи медальон форме сердца информационным сердце защита 15 тут написано лучшие друзья навеки блин чую развязка будет просто и эпичной вы экипировали медальон или нас 15 так а здесь что внутри коробки лежит старый кинжал возьмете ли вы это ну давай возьмем и получили старый кинжал не использовать то мы его не будем вещи старый кинжал атака 15 идеально подходит для разрезания растений и лоз на понятно пойдем дальше опять золотой цветок и еще золотой цветок может быть что-нибудь еще новое там будет написано это что комната на ремонте а мы жили вот в этой комнате во время озрели человек стали как родные король и королева отнеслись к дитя как к своему собственному подземный мир был полон надежд второй ключ уберете ключ вешать его на ваш телефонный брелок а это комната была на ремонте дневника с гора на этой странице написано только сегодня хороший день чернила еще не высохли это просто кресло так это кровать королевских размеров макаронный цветочек для папы короля у как это комод внутри костюм санта клауса да это сундук с одеждой тут лежат балахоны рубашки на пуговицах и розовый вручную вязаный свитер с надписью мистер папаня король видимо действительно очень добрый не зря ним так отзываются это трофей первое место в конкурсе ласковый нос 98 обалдеть кровать королевских размеров ничего мы не упустили зеркало это да это мы это золотой цветок пойдем назад открывать цепь вы открыли цепь лично старый календарь с конца 2001 какого-то года одна дата обведена одна дата обведена вот как блин о здесь совсем другая музыка и затем в один день человек очень сильно заболел больной человеку высказал лишь одно желание увидеть цветы из его деревни но мы ничего не могли с этим поделать человек жил вообще в замечательно как королевская дитка королевское дитя вместе с ребенком с сыном короля а с гора этого и он заболел и попросил увидеть цветы с его деревни человеческой а следующий день а следующий день человек умер то есть все монстры нам рассказывают что же случилось на самом деле позволь убитый горем поглотил душу человека он превратился в существо с невероятной силой с человеческой душой азриэль пересек барьер он нес тело человека в сторону заката обратно в деревню людей азриэль это сын короля с города король то есть он взял этого человека умершего и чтобы выполнить его желание даже мертвого он пошел в деревню отнести азриэль достиг центра деревни там он отыскал поляну из золотых цветов и возложил на нее человека вообще вдруг раздались крики жители деревне увидели азриэля держащего тело человека они подумали что он убил дитя люди напали на него совсем что у них было он получал удар за ударом азриэль был способен уничтожить их всех но азриэль не был не бил в ответ издеваемые люди азриэль улыбался и пошел прочь израненный азриэль хромая добрался до дома он вошел в замок и упал его прах разлетелся по всему саду то есть он все-таки выполнил желание человека отнес его на поляну этих желтых цветов сам вернулся домой и умер королевство впало в отчаяние в одну ночь король и королева потеряли обоих детей люди снова забрали у нас все король решил что пришло время покончить с нашими бедами каждый человек кто упадет к нам должен умереть с с достаточным количеством душ мы сможем разрушить барьер навсегда да осталось недолго король азгор выпустит нас на свободу король азгор спасет нас всех грустная история тебе тоже следует улыбаться разве ты не взволнован ты не рад да я до усрачки рад что я седьмая душа ты станешь свободным а вы опа лифт работает а сюда можно сказать и сюда можно сказать ура сохранение блин ребят история просто на и грустнейшая очень печально то есть люди оказались такими жестокими непонятно что монстр по сути это же монстр он же должен быть монстром и жестоким опа а монстр оказались добрыми человечными а люди оказались жестокими и убили монстра и за то что он решил вернуть их дитя обратно похоже ты все же сделал это конец твоего приключения уже совсем близко через несколько мгновений ты встретишься с королем вместе вы определите будущее этого мира и это будет потом а пока ты будешь осужден ну вы то узнали да по очертанию и по голосу то что это кто это ты будешь осужден за каждое свое действие ты будешь осужден за каждый опыт что ты получил что такое опыт это акроним он означает очки пыток это способ посчитать насколько сколько боли ты причинил другим опэ а что мы могли подумать с самого начала опэ это опыт оказывается это очки пыток когда ты убиваешь кого-либо твои опэ увеличиваются когда у тебя достаточно опэ твой уэр увеличивается уэр тоже является акронимом он означает уровень резни уровень способ измерить чью-то способность ранить чем больше убиваешь тем легче отдалиться от этого чем больше отдаляешься тем меньше ты от этого страдаешь и тем легче тебе заставить страдать других что случилось сансик но ты ты совсем не повысил уэр конечно это не значит что ты абсолютно невидим или наивен лишь то что в твоем сердце есть чуткость несмотря на преграды или трудности которые ты встречал ты стремился сделать все правильно ты отказался ранить кого-либо даже убегает и улыбался как сына сгора ты не заработал уэр но получил любовь начать ли это что-нибудь может и нет теперь ты встретишься с величайшей проблемой за все свое путешествие твои действия здесь решат судьбу всего мира если ты откажешься сражаться асгор заберет твой душ и уничтожит человечество но если ты убьешь асгора и уйдешь домой монстры навсегда останутся в ловушке под землей что же ты сделаешь ну если бы я был тобой к этому моменту у меня был меня вы уже стошнило в полотенце но ты ведь пришел сюда не чтобы сдаться ведь так верно у тебя есть нечто называемое решимостью так что пока ты держишься пока просто пока поступаешь так как тебе велит сердце я верю что ты сможешь поступить правильно хорошо мы все рассчитываем тебя малой удачи постойка это твое выражение лица когда я говорил ты уже слышал мою болтовню не так ли я подозревал что то подобное ты всегда ведешь себя так будто знаешь что что должно случиться как будто видишь это все не впервые и у меня к тебе есть просьба у меня вроде как есть тайный пароль известный лишь мне так что если кто-то назовет мне его то он вероятно будет путешественником во времени ого безумно да любом случае вот он шепот шепот значит он какой-то нам пароль сообщает я рассчитываю что ты придешь сюда вновь и скажешь мне это еще увидимся для хомуха в музыка до костей пробирает прям такая она неземная не знаю вообще офигеть такая куда мы идем а это мы пошли пешком они на лифте а это что тронный зал лозы какие-то растут сохранение замечательно значит нам сан сообщил пароль который если мы скажем то поэта подтвердит что мы из будущего чтобы путешествуем во времени опа грабы раз два три 4 5 там наверно в глубине еще это гроб на нем выгравированного на нем выгравировано имя алекс зашибись он пустой это типа для меня приготовленные да он велик мне я вырасту еще и туда залезу потом может быть это вряд ли аж домой пойду да 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 история конечно просто колоссальная и не знаю я не ожидал вообще такого у сад это король это король а он задом стоит все понятно там кто то есть один момент я почти закончил поливать эти цветы он до сих пор желтые цветы выращивает как его сын обещал показать человеку другу верни своему брату можем даже сказать вот так вот а как ты поливал зачем ты трясся ты чё писал на них приветик чем могу что боже мой тори или то мать этого ребенка этого азриэля это тори или то королева не так хочется сказать не хочешь ли чашечку чая точно они похожи они один в один видимо тори или защищает всех падающих детей от своего короля от своего мужа но ты знаешь как это бывает и у него этот значок ангелов этот кружок с крыльями чудесный сегодня денек до птички поют цветочки благоухают отличная погода для игры в догонялки ты знаешь что мы должны делать когда ты будешь готов пройди в следующую комнату это трон не метатон это трон а что же тот лифт значит это другой трон укрытый белой тканью а этот трон тори или тронный зал а пойдемте вернемся пробуем на лифте подняться куда пойдет лифт мне интересно куда мы на лифте приедем да точно вот все складываться начинает кто такая тори или откуда она взялась и почему тори или бывшая королева мать азриэля поэтому она так а детях переживает а это мы вернулись сюда а здесь мы вышли отсюда если так чтоб я чуть не совсем понимаю если честно здесь сохранение будет вот она да это мы совсем прям возвращаемся а это сюда надо идти да все понятно бляха муха интересно а почему они теперь не живут вместе может быть тори или защищает всех детей человеческих которые упадут чтобы король не отнял душу и не и не уничтожил человечество кто его знает может быть дальше история нам поведает об этом еще раз сохранимся как волнительно просто представь это как поход к зубному не понял и кстати свет этот похож стоп может еще цветочек тот говенный будет а опять сохранение ты готов если нет я понимаю тебя я тоже не готов ух ты нифига это барьер это то что удерживает нас всех ловушки под землей если если у тебя случайно остались незаконченные дела сейчас самое время их закончить а какие незаконченные дела мы вроде все сделали надо попробуем продолжить ясно значит время пришло готов странный свет заполняет комнату сумерки светятся сквозь барьер похоже ваше путешествие наконец окончено вы переполнены решимостью а человек было приятно познакомиться с тобой прощай ни хрена он какой дикий а с гор атакует а пощажение вообще не до недоступно а убежать пощадить вообще все вы спокойно говорите а с гору что не хотите сражаться с ним его руки на мгновение задрожали ух ты ёп парасете у него атаки на торель похоже но я уже в принципе проиграл он усмехается но это как тори ёп парасете ага 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 вы твердо говорите а с гору перестать сражаться в его глазах вспыхивает воспоминания атака а с гора понизилась защита а с гора понизилась давайте-ка че нибудь съедим фартук точно есть не стоит кинжал ааа кинж кинжал значит паучий пончик давай сидим паучий пончик потом попробуем кинжал использовать похоже что разговоры больше не принесут пользы бляха такие атаки сложные у него вы экипировали кинжал а я просто экипировал кинжал похоже что разговоры больше не принесут пользы а что еще то с ним делать можно ух ты ёптить говорить похоже что разговоры больше не принесут пользы это я конечно зря сделал ну и все типа душу он мол забрал там тыры-пыры все ну что ребят на этом серию мы закончим оставим последнего босса так сказать на следующую серию благодарю всех за просмотр пишите свои комментарии ставьте свои оценки подписывайтесь на канал на паблик контакте всем удачи и пока 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 пока